Доброе время суток 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 Ради чего все это происходило? Ну, нам средства массовой информации Объяснили Ради преодоления Последствий Черного рабства Рабства афроамериканцев Хорошо И вот тогда у меня возникает Первый вопрос А куда же они девались Сегодня? После так называемых Президентских выборов 21 года А? Похоже, они Испарились Как вот этот дым Интересно, почему? Если Все эти грабежи Насилие Убийство Были Ради преодоления Мрачных Последствий Рабства То куда Эти Последствия Делись? Нет Вообще-то Я вам скажу С моей точки зрения Как историка С рабством Было покончено В ходе Тяжелейшей Гражданской войны В США Между севером и югом Которая происходила В период между 1861 и 1865 годами Четыре года Кровавой бойни В результате Которой За дело Отмены рабства Погибло Порядка Полутора Миллионов Белых Американцев Это очень серьезный удар По генофонду наций В то время Особенно И кстати сказать Именно после 1965 года Начались некоторые Процессы О которых мы сейчас Говорить не будем Но которые Превратили Америку В то Чем она является Сейчас Точнее сказать Которые начали Превращать Америку В то Чем она является Сейчас И она сейчас Совсем не та Это вы понимаете Тоже Так вот Первый вопрос Куда и почему Они девались Неужто Последствия Рабства Были преодолены Только В 2021 Году А значит Сейчас этих Последствий Нет Интересно Интересно Очевидно Конечно Что это Бред Не было Никаких Последствий Рабства В 2021 Году Нет Их И сейчас В этой В этой Возникает Другой Вопрос Так Вот Если Вся Мерзость Которая Происходила В 2021 Году Происходила Ради Того Чтобы Преодолеть Последствия Рабства Как Случилось Что Эти Последствия Исчезли В 2022 Году Потому Что Испарились Эти Две Организации Которые Так Ратовали За Это Если Это Так То Очевидно Что Речь Идет Не о Последствиях Рабства Ну Во-первых Очевидно Совершенно Что С Последствиями Рабства Было Покончено После Гражданской Войны Но Если Бы С Ними Не Было Покончено Они Бо Никуда Не Девались После 2021 Года Стало Быть Не За Это Были Грабежи Насилие Убийства Тогда Возникает Второй Вопрос А За Что Ради Чего И Вот Тут Я Ответ Знаю Но Я С Вами Делиться Им Не Могу По Одной Простой Причине По Той Причине Что У Больше Нет Свободы Слова Да Да Той Самой Свободы За Которую На Полях Сражения Умирали Наши Предки Ну Не Все Наши Предки Не Предки Всех Из Нас Но По Крайней Мере Некоторые Наши Предки И Не Только На Полях Сражений А Умирали Некоторые Под Пытками В Темницах И В конце Концов Часть Населения Планеты В Европе В Северной Америке Эту Свободу Получила И Мы Недостойные Их Потомки Мы Это Просвистели У нас Сейчас Ее Нет Поэтому Отвечать На Второй Вопрос Я Не Могу Однако Вы Вы Вполне Можете На Этот Вопрос Ответить Ну Некоторые Может быть Не Могут Но Ими Не Надо Но Большинство Из Вас Люди Умные Даже Я Сказал Вам Умнее Чем Я Я То Что То Так Что Думайте И Если Вы Найдете Ответ На Эти Вопросы Это Уже Будет Шаг К Чему То Намного Лучшему Чем То Что Мы Имеем Сейчас На Этом Я С Вами Прощаюсь Всего Доброго Это Ситуация В Миннеаполис Не Не В В В В В В В В В